Ассаламу алейкум, здравствуйте, братья и сестры, с вами Коча ТВ. Буквально только что приехал из дачи и, честно говоря, в шоке над той новостью, которую узнал сегодня. Дело в том, что в Москве вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Мальчик 4-5 лет стоял рядом и смотрел на избиение своего отца. В соцсетях появилось видео драки, на кадрах которого видно, как четверо кавказцев напали на мужчину. Отец предложил драться один на один, но толпа проигнорировала его. Рядом с москвичом стоял маленький ребенок, позже он убежал. И, к сожалению, друзья, я не могу продемонстрировать вам данный видеоролик, потому что YouTube, скорее всего, его заблокирует. Но думаю, что могу вам показать картинку, чтобы вы все прекрасно понимали. То есть, они избивают отца, а рядом просто стоит ребенок и смотрит на вот это нелицеприятное зрелище. И я просто в шоке, что должно быть в головах у людей. Мало того, что они избили его толпой, они еще напали на него в тот момент, когда он рядом со своим ребенком. Я посмотрел в интернете информацию и как понял, что ранее у этого человека был конфликт с этими людьми. Но даже если у вас там конфликт, постарайтесь решить его в рамках правового поля. Или же по спортивному, вот как предложил этот мужчина один на один. А вот эта толпа дегенератов взяла и в крысу напала на одного человека. Он поступил на самом деле как мужчина достойно. Он пытался выстоять, он предложил им драться один на один, но они поступили как крысы. И в очередной раз очернили Кавказ, да и в целом всех мусульман. Потому что после этого в очередной раз будут нападки в сторону нас всех мусульман. Что вот мы такие-сяки, потому что опять какие-то уроды. По-другому, ребят, я их никак не могу назвать, зная, что опять будет литься грязь в сторону ислама, в сторону мусульман. Да, одни уроды, как вы все прекрасно знаете, в метро вот все это продемонстрировали нам. И вот эти вот твари в очередной раз продолжили, да. Хотя я не просто так показываю эти новости, я не просто так говорю, чтобы люди задумывались, да. Тем более вот наши мусульмане, да, что помимо этого, да, они должны понимать, что все это пойдет опять же и на нашу религию. Но, как видите, этих нелюдей ничего не останавливает. Да, и я очень сильно надеюсь, что Следственный комитет жестко их накажет, да. Потому что, ну, ребят, вот такие действия, они прощаться не должны. Вот максимальное наказание, какое возможно будет, да, в рамках законодательства такое. Пускай мы дают, потому что я вот долго думаю, да, ну как, да, хорошо, у вас там стычка, да, у вас конфликт. Но, камон, да, рядом ребенок, да, вы твари, да, вот хотя бы не трогайте, так как рядом находится ребенок. Но нет, вот так вот поступили. Ну, а с вами был Коча ТВ, всем спасибо, пока-пока. Ну, и самое главное, забыл сказать, что помните, плохие и хорошие люди, они есть, к сожалению, в каждой нации, в каждой религии. Продолжение следует...